Мой прадед Сунцов Фёдор Ливонтьевич с 1898 года рождения ушёл на фронт в январе 1942 года. В доме у него осталась жена и пятер детей. Красноармеец Сунцов Фёдор Ливонтьевич был связистом 490-го армейского и миномётного черкасского полка 2-го Украинского фронта. Он участвовал в боях под Сталинградом, прошёл Украину, участвовал в освобождении Киева. А в июне 1944 года он погиб. Из письма фронтового товарища семья узнала, что в ходе ожесточённых боёв под городом Лиссы мой прадед непосредственно обеспечивал связь командира дивизиона с батареями под сильным миномётным огнём. Рискуя своей жизнью, он исправил около 50 обрывов связи. 6 июня 1944 года, исправляя связь, мой прадед был тяжело ранен. И 7 июня 1944 года скончался. После войны семья получила похоронку, но точного места захоронения известно не было. Начиная с 1975 года, моя семья занялась поисками места захоронения Фёдора Ливонтьевича. И только в 1990 году с Центрального архива Министерства обороны был получен ответ, что мой прадед захоронен в деревне Токсабена Бельского района в Молдавии. А после пришло ещё одно письмо, в котором сообщалось, что Красноармеец Сунцов Фёдор Ливонтьевич 20 июля 1944 года был награждён Орденом Красной Звезды посмертно. Вот так сложилась фронтовая судьба моего прадеда, о которой мы узнали спустя только 64 года после его гибели. И сегодня вся моя семья помнит и чтит память Фёдора Ливонтьевича. И мой старший сын ежегодно принимает участие в акции «Бессмертный полк». И 9 мая с гордостью проносит портрет Фёдора Ливонтьевича, своего прапрадеда, по улицам нашего города. Я помню, я горжусь, служу России. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!